Продолжим. Выезд на встречную полосу движения и как результат трое пострадавших попали на больничные койки. Рано утром крупное дорожно-транспортное происшествие случилось напротив автовокзала Сапар. Столкнулись сразу три автомобиля, один из которых загорелся. К счастью обошлось без летальных исходов, однако попавших в аварию водителей проверят на наличие алкоголя в крови. Вот такие кадры облетели все социальные сети, объяты пламенем автомобили, пожарные, которые локализуют возгорание. Рядом находятся искореженные машины, которые превратились в груду металлолома. Таков исход крупного дорожно-транспортного происшествия, случившегося ранним утром по проспекту 312-й стрелковой дивизии в районе автовокзала. Именно это стало причиной больших пробок, с которыми столкнулись октябинцы в пути на работу в том районе. По сведениям полицейских, водитель автомашины Деонексия российского учета, не справившись с управлением, выехал навстречу, где столкнулся с легковушками марок Лада Приора и Опель Вектора. В результате дорожно-транспортного происшествия автомашина Деонексия загорелась. Прибывшими сотрудниками ДЧС пожар был локализован. Также в результате дорожно-транспортного происшествия водители пассажира автомашины Деонексия и водители автомашины Приора госпитализированы БСМП, где в обязательном порядке будет проведена экспертиза на наличие алкоголя в крови у водителей. Как уже упоминалось, пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи. На больничных койках оказались две девушки и мужчина. У пациентов ожогов нет. Медики пока не делают никаких прогнозов. Во время дежурства около 6 часов утра были доставлены трое пациентов скорой помощи с места происшествия ДТП в районе автовокзала. Одна пациентка была госпитализирована в реанимационное отделение, учитывая тяжелое состояние. Двое пациента. Один из них поступил в отделение травматологии, изолированной травмы. Одна пациентка была госпитализирована в отделении политравмы, сочетной травмы. Состояние троих пациентов на данный момент оценивается как стабильное на этапе дообследования. Возраст девушек примерно 335, мужчина около 50 лет. По словам полицейских, важно пресекать и проводить профилактику дорожно-транспортных происшествий. Именно эти цели преследовала организация оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое прошло в регионе с 8 по 17 ноября. По результатам профилактического мероприятия выявлено более 4000 нарушений в сфере дорожного движения. Пересечено 36 фактов управления транспортным состоянием опьянения, 300 выезд на полос предназначенных для встречного движения. 240 водителей наказан административного порядка за непредоставление преимущества движения пешеходам. Вместе с тем, за действие ОПМ «Безопасная дорога» допущено 20 дорожных транспортных происшествий, в которых пострадало 20 и погиб 1 человек. Согласно данным статистики, за 10 месяцев текущего года на дорогах области произошло 455 ДТП. Это на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Различные травмы во время аварии получили 608 человек. 75 граждан погибли в результате полученных повреждений. В этой связи Департамент полиции Актюбинской области в очередной раз призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД, быть ответственными и еще раз задуматься, и вспомнить тех, кто потерял жизнь и здоровье на дорогах. Николай Сырбов, Миржан Аманжолов, телеканал Актюбе.